всем огромный привет дорогие друзья смотрите вот такие бусы я начала собирать хочу с вами тоже поделиться я выполнила бусы из бусин и бисера смотрите вот они вот такие вот здесь два размера одна большая бусина другая поменьше вот на заднюю часть я поставила поменьше бусины бусины да сейчас я вам покажу как делаются эти бусины они делаются на основе квадратного жгута вот очень легко они делаются и мне кажется весьма симпатично получается здесь нам нужны кристаллы они у меня три на четыре миллиметра вот может быть у меня чуть-чуть даже покрупнее это такие китайские кристаллы к у которых размер не очень ровный в общем вот такие рондели вот здесь еще у меня бисер здесь тоха 11 хотя можно взять и чеха десятку здесь два размера бисера сейчас еще раз покажу вот конечно здесь цветовое решение может быть абсолютно разные смотрите вот эти вот диагональные полоски можно выполнить разноцветными это будет тоже весьма интересно я вот сейчас думаю вот эти три бусины одного цвета три другого цвета и это будет тоже очень интересно вот но здесь у меня на маленьких только один ряд кристаллов тоже интересно симпатично такие вот небольшие бусины получаются ну что кому интересно давайте приступим итак нам понадобятся следующие материалы кристаллы 3 на 4 миллиметра бисер тоха или чех 10 у меня тоха 11 вот двух цветов здесь я немножко миксовала видите это бронзовый цвет это просто черный это тоха 11 еще нам понадобится мелкий бисер это тоха 15 вот плела я на нить и для большой бусины мы берем около 70 сантиметров нити и начинаем плести набираю 4 черных бисера спускаю на другой конец и завязываю в узелок хотя можно по этой линии пройти еще раз если у вас нитка очень тонкая пройдите еще раз вот получается у нас такой крестик сейчас проходим через первый бисер после узла и я набирала таким образом бронза черный и бронза мы пока работаем тоха 11 бисером крупным бисером это квадратный жгут уже много раз показывала но вот еще раз сейчас буду показывать сейчас по этой линии по основанию проходим вперед на один бисер и набираем бронза и черный и проходим вот так немного приблизилась сейчас по основанию идем вперед опять набираем бронза и черный пока все тоха 11 и проходим вот по этим двум бисеринкам у нас остается последняя сторона проходим по основанию и поднимаемся вот так сейчас уже можно стенки приподнять и здесь нам остается набрать один бисер и он черный у меня и проходим вот так и можно сразу по трем бисеринкам сейчас натягиваем и у нас получается вот такой первый квадрат и я прохожу по верхнюю вот этим четырем черным бисеринкам делаю такой круг вот у нас ну я делаю таких полтора круга и натягиваю хорошо вот у нас такой первый квадрат получился здесь у меня вот такие вот бронзовые бисеринки так что то очень близко теперь набираем 15 бисер два пятнадцатых бисера кристалл и два пятнадцатых бисера и то же самое мы проходим плетем квадратный жгут просто набор здесь другой идем вперед вот что у нас тут получилось теперь набираем два пятнадцатых бисера и один кристалл это все тот же самый квадратный жгут сейчас проходим вот по этим двум мелким бисеринкам и по основанию вот у нас вторая стенка готова идем вперед набираем то же самое два пятнадцатых бисера и один кристалл рондель вот это же проходим через вот эти два пятнадцатых и через основание вот у нас три стенки готовы сейчас проходим по основанию и поднимаемся через два вот этих первых пятнадцатых бисера и здесь на этой стенки нам остается набрать только кристалл рондель прозрачные не видно отверстие вот набрала сейчас нам нужно спуститься под по этим двум по основанию и по этим двум подняться можно поэтапно это делать можно вот так сразу понятно да вот и у нас еще один квадрат готов но он такой получается видите уже идет как бы на расширение вот теперь мы проходим по первому ближайшему кристаллу здесь я круги вот так вот делать не стала сейчас мы делаем один квадрат только из кристаллов для этого набираем первой стенки 3 3 бусины проходим вот у нас одна стенка проходим вперед в общем делаем еще один такой квадрат из кристаллов без бисера так видно нет вот ну конечно нужно выравнивать приподнимать вот так стенки и натягивать хорошо не это не очень удобно показывать и делать поэтому так дальше опять два вторая стенка а третья стенка вот остается последняя стенка здесь мы по основанию проходим поднимаемся и набираем здесь уже только один крест а вот и делаем вот такой круг по вот этим вот видите здесь уже приходится поэтапно вот что у нас получается здесь видны нити но ничего страшного они закроются диагональными бисерными полосками вот так вот что у нас пока получается теперь мы набираем 2 2 бисера 15 11 и 2 15 видно разницу да все у меня черные это же выполняем квадратный жгут идем вперед во второй линии мы набираем 2 15 и 1 11 бисер вот и сейчас проходим через вот эти два бисера и через основание это у нас бусинка и вот так идем по кругу опять вперед опять набираем 2 2 15 11 11 опять вот через эти 15 проходим и через бусинку вот у нас такая стяжка получается здесь так последняя стенка поднимаемся через 2 15 бисера здесь набираем один одиннадцатый бисер крупный и проходим через вот эти два пятнадцатых бисера делаем круг через бусинку поднимаемся и я делаю круг по вот этим крупным бисеринка и здесь нам нужно выполнить еще один квадрат такой же какой мы делали вот здесь я думаю это уже показывать не нужно всем все понятно я думаю да просто один вот такой квадрат в начале и в конце он у нас должен быть и потом я вам покажу вот эти диагональные полоски так сейчас я закончу так теперь нам нужно спуститься вот по этим линиям к вот здесь один бисер у нас есть и через два пятнадцатых спускаемся вот сюда и нам нужно выполнить диагональные полоски я набирала вот так два пятнадцатых здесь в середине 3 11 бисера я вот с таким с такими цветами выбрала черный бронзу черный и дальше 2 15 бисера и всегда вот такие вот линии у нас будут вышли мы здесь эта линия должна ложиться по диагонали вот у нас тут видите 4 бусинки и она должна ложиться вот так и значит мы проходим по вот этим двум пятнадцатым бисеринкам вот что получается так из-за цветов опять плохо видно так теперь мы проходим по вот этому бисеру основания и продвигаемся к следующим вот этим двум пятнадцатым бисеринкам через эти бисеринки выходим и опять делаем точно такой же набор видите вот такая вот линия получается интересная опять то же самое набираем и опять прокладываем вот диагональную эту полоску вот она вот так должна ложиться мы поднимаемся вот здесь нитка идем вот так и вот так закрываем все диагональные полоски можно в эту сторону идти можно в обратную здесь особой разницы я думаю нет ну давайте сюда пойдем сейчас я самостоятельно закончу я думаю ничего сложного здесь уже нет вот такая бусина у нас получается теперь что касается маленькой бусинки начало точно такой же я его показывать вам не буду вот до этой части плетется точно так же вот первый ряд бусин мы поставили дальше у нас большой бусине идет ряд только из кристаллов а здесь больше кристаллов мы ставить не будем здесь только один ряд бусин такой вот теперь я вышла через бусину и между бусинами вставляла 11 крупный бисер и вот так делала я круг ну потому что здесь диагональных полосок у нас нет и чтобы закрыть вот эти места некрасивые нужно пройти один ряд из бисера 11 и дальше уже мы набираем два мелких бисера один крупный и два мелких ну как бы заканчиваем точно так же как мы заканчивали ту бусинку вот так понятно да проходим через обратную сторону бусинки проходим через крупный бисер и через бусину вот эта линия она вот так вот поднимется теперь набираем два мелких бисера и один крупный у меня все цвета вот тут черные видите и проходим через вот эти два бисера в крупный вот этот бисер мы не заходим мы проходим через кристалл видите мы как бы пропускаем вот этот бисер который здесь у нас крупный туда заходить не нужно не видите что получается здесь аккуратненько и вот так по кругу ну и в конце выполняем еще один квадрат из 11 бисера ну как в начале вот тут получается такая симпатичная маленькая бусинка фонарик потом я собирала бусы чередовала их кристаллами вот они вот тут проходим и собирала я на ювелирный тросик ну и чередовала вот кристалла конечно у меня цветовое решение не очень ну как бы других кристаллов я просто у себя не нашла ну понятно да вот так вот сначала в середине у меня крупные бусинки и по краям вот такие вот мелкие ну вот так я оформила концы с удлинителем и получились такие у меня бусы из бисера и кристаллов ну все девочки всех благодарю за просмотр и спасибо что были со мной и до следующего видео пока пока